Мужчина сейчас смотрел RAV4, говорит, а что, у вас уже заглушки сперли? Нет, слава богу. Вот как раз таки, чтобы не сперли, они лежат в бардачке. Но шучу, на самом деле, просто они с завода идут вот в таком виде заглушки. Мы иногда ставим здесь на площадке, иногда, ну чтобы не смущать людей, иногда просто перед выдачей устанавливаем. В общем, RAV4 в очень хорошей комплектации. Дальше, автомобиль с комбинированным салоном. Я показывала вам уже такие салоны, это не новость для тех, кто постоянно следит за каналом. Вот эти вот зеленые вставочки, должна быть где-то вот она, зеленая прострочка. Бесключевой доступ, старт-стоп, двухзонный климат-контроль, двухступенчатый обогрев, выбор режимов движения. Вот он весь. Дальше, у нас здесь полноценный адаптив, вот, электронные помощники, это у нас удержание в полосе движения, предотвращение столкновения. Так, у нас есть уведомления еще об объектах в мертвых зонах. Камера 360, но честно вам скажу, она в RAV4 поганая. То есть вот, сейчас снимала Santa Fe, но слушайте, смех и грех. Просто RAV4 по сравнению с Santa Fe именно по камере. И здесь есть еще электрический багажник. Так, здесь, по-моему, я вам все предъявила, все рассказала. И сейчас давайте задний ряд, просто покажу вам, как он выглядит. Вот, пожалуйста. Здесь достаточно много места. Из плюшек для покупателей здесь, ну, на самом деле, всего лишь два USB-разъема и дефлекторы. И, в общем, больше мне особо нечего сказать. А еще есть падла-котник. Но любят RAV4 и Outlander именно за то, что сзади места такое хорошее количество. Ну, и за надежность, естественно. Коврики тоже, они штатно идут отдельно. Мы иногда кладем прямо на экспозиции, иногда перед выдачей стараемся, чтобы все было прям у вас совсем чистенькое и новенькое. Продолжение следует...